Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей. Сегодня будет очень интересное и полезное видео, поэтому смотрите его от начала до конца. Если что, играю на первом сербачке, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня мы будем проходить ежедневные задания, но необычные, потому что за них дают именно донат. За них будут постоянно давать донат, поэтому сегодня мы этим займемся. В прошлой серии я тратил донат, получается 5000 доната, но сегодня мы будем заниматься тем, что будем фармить этот донат с помощью заданий. Как это будет происходить, я вам чуть позже покажу. Давайте, кстати, потратим дальше мой донат, потому что у меня остался донатик, и можно себе купить какой-то аксессуар. Теперь у меня молоток на спине, ебать. А нахер он нужен, я вообще не знаю. Описание дает вам возможность подчинить транспорт один раз в час. Можно передать или продать другим игрокам. Итак, пацаны, вообще, как начать выполнять эти задания? Вообще, куда нужно заходить, что нужно нажимать? Просто нажимаете, получается, на инвентарь. Крываете инвентарь, и здесь есть достижение. И вот здесь есть такая вот строка, называется ежедневное задание, которое вы можете выполнять, и за эти задания вы получаете донат и талоны. Донаты, конечно, вы получаете не очень много, один из TheCoin, но вы можете, как бы, еще с помощью заданий вы получаете талоны. Но что делать с талонами, честно, я так и не понял. Кто знает, можете написать об этом в комментариях, потому что, ну, серьезно, я смотрел, открываю инвентарь, у меня этих талонов много. Как бы, там штук 50 где-то. Ну, я не знаю, что с ними сделать, их можно либо выкинуть, вот, информацию я читаю, вы можете обменять магические талоны на уникальные аксессуары. А где их обменивать, пацаны, я не знаю просто, понимаете? Вот давайте даже телепортируемся, допустим, я помню, где обмен есть, вроде бы, подарков, но там, я не знаю, там подарки нужны, а не талоны, по идее. Собирать или обмен подарков, вот, обмен подарков, например, да? Обменять подарки. Дружище, я обменял, принесешь 30 подарков. Понимаю, блядь, пацан, тупо музон наебашил, блядь, я чуть не оглох. Короче, непонятно, что я с ними делаю, потому что, ну, 30 талонов у меня есть, но талоны это не подарки. А где их обменивать, я без понятия, серьезно. Кто знает, где их можно обменять, и вообще, стоит вообще их собирать, эти талоны или нет, напишите об этом в комментариях, потому что я, честно, не знаю. Первое, что мы делаем, это устраиваемся на работу развозчика. Так вот, развозчик продуктов, все, устроились. Так, заводим нашу машинку. Так, а где у нас продукты покупать? Я вот, вот это вот не помню, блядь, подождите. Так, пацаны, я разобрался, мне помог ютубер, солдат, если ты смотришь, блядь, тебе большой. Так, вот, короче, тут бизнес есть, давайте завезем 1100 продуктов, получили мы 23 тысячи. Я не знаю, это хорошо или плохо, но мы уже продукты немножко отвезли. Просто на складе нет вообще там продуктов, поэтому я не знаю, где сейчас продукты брать, кроме как бы почты. На почту только можно продукты брать, но я все продукты забрал, которые там были. Процедура сейчас будет та же самая, просто валяемся с работы и устраиваемся теперь дальнобойчиком. Все, я долетел, сейчас берем фуру, думаю, это задание мы точно должны выполнить. Видите, здесь много людей работает, так, заренду даем 20 тысяч. Ну, типа, задания, знаете, такие, ну, есть, конечно, сложные задания, но, как бы, не особо они сложные. Я думаю, за день несколько заданий можно выполнить. Итак, я, в принципе, выполняю задание, уже сделал один рейс, сейчас везу второй, получается. Нам нужно сделать 12 рейсов, за это мы получим, по-моему, 3-4 азекуина, ну, что-то типа такого, короче. Поэтому сейчас едем на заправочку, я, скорее всего, буду по 100 литров просто возить, потому что по 100 литров тоже засчитывается, а я что-то 1000 литров взял до хера сразу. Сейчас будем по 100 литров просто возить и выполнять данное задание, потому что заправка находится довольно-таки недалеко от базы. Я вот, знаете, что думаю, можно будет еще механиком потом поработать. Я думаю, в принципе, это несложно, да, в принципе, 40 азекуинов, как бы, это нормально. Поэтому сейчас дальнобойщиком, потом, наверное, на механика пойдем. Надо нам еще отыграть 5 часов, 20 азекуинов мы получим. Ну что ж, дамы и господа, можете меня поздравить, я сейчас буду везти последний рейс. Занял это у меня примерно 50 минут, но я просто на расслабоне ездил, отвлекался немножко, я как бы музыку слушал. Кто не знал, пацаны, на родине есть бесплатная аудиосистема. На каждой машине, даже на скутере есть, в принципе, аудиосистема. Нажимаете английскую букву R, получается, и вот здесь у вас, получается, есть радио и есть музыка, которую вы можете слушать. Я вам советую, как бы, слушать музончик, потому что здесь есть много интересных треков. Я для себя нашел 4 интересных трека, которые я потом себе скачаю после видоса. Сейчас я буду везти последний рейс, пацаны. Давайте я вам покажу вообще, как работать на этой работе, потому что, думаю, многие, в принципе, не знают, как здесь работать. Повторюсь, работа доступна с 5 уровня. И это задание вы можете выполнять хоть каждый день. Каждый день вы можете выполнять это задание, работать дальнобойщиком, сделать 12 контрактов и получить донатик. Всем советую брать заправку именно вот эту. Сейчас я вам покажу. Так, вот, Arzamas 2. И вот эту заправку берете. 183 номер заправки берете, потому что она ближе всего и к ней, как бы, очень хорошо ездит. Я именно на одну заправку пацаны ездил и брал по 100 литров. Почему по 100 литров? Потому что минимум можно брать 100 литров. Если я бы возил по 1000 литров, я бы уже завез бы туда весь бензин. Я бы не смог туда больше возить. Поэтому возите по 100 литров, чтобы вы ездили всегда на одну заправку, понимаете? Вот, минимум 100 литров можно залить, как бы, в цистерну и отвезти на заправку. Я возил по 100 литров, чтобы, как бы, не заполнить быстро заправку. И чтобы не ехать потом в другую заправку. Поэтому я, пацаны, ездил на одну заправку, в принципе, потратил 600 рублей, а за рейс ты получаешь 16 тысяч. То есть, вы и задание выполняете, и по-бойски зарабатываете. Тем более, в пятый уровень качать не так уж и сложно. Как бы, это вообще понты. Я очень доволен тем, что я сейчас выполню это задание. Почему именно эта заправка, которая на кольце находится в Арзамасе? Да потому что там, по-любому, всегда нужен бензин. Я хотел литкарин отвезти, но у литкарина есть бензин. Потом, где у нас еще есть? Возле лесопилки. Возле лесопилки тоже есть бензин. Единственное место, где всегда нужен бензин, это в Арзамасе. И самая ближайшая заправка, это на кольце. Всем рекомендую, это такой лайфхак, пацаны. Просто берите по 100 литров, возите на одну заправку, и все. Если вы будете возить на разные заправки, то у вас это займет очень много времени. А так, вы смотрите, вы в литкарина берете рейс, везете, у вас будет по дороге только один светофор, понимаете? Один светофор, всего лишь. И просто едете вот, по прямой пошел, и все. Сейчас я вам покажу, где эта заправка находится, в принципе. Просто я бы мог вам просто рассказать про эту систему, но я хочу на личном примере вам показать, что этот донат заработать реально. Так, вот заправочка, в принципе, сейчас заедем. Вам был выдан добавлен предмет талон, плюс 1 АЗ, чтобы открыть инвентарь, используйте так. Так, где этот талон? И нахер вообще нужен мне этот талон? В общем, нажимаем интерьер, достижения, и в принципе вот, как бы мы выполнили это задание, и получили 32 магических талона, то есть... Хотя я хуй... Подождите, талон это что вообще? Короче, я не успел доехать, и мне уже еще одно достижение дали, короче. Сейчас я вам покажу. Мне дали достижение, типа то, что я 5 часов отыграл. Хотя... А, сейчас XT Payday, и поэтому я так быстро, типа 5 часов отыграл. Видите, я вот задание выполнил, получается. Вот, выполнил задание, и смотрим, у меня где-то здесь должны быть эти ебучие талоны, да? Какие-то подарки у меня... А, вот это, походу, талоны, это оно. Можно передать или продать другим игрокам. Вы можете обменять магические талоны на уникальные аксессуары, которые... Чё-то я, блядь, запутался. А можно как бы, ну, там, в донат перевести, например? Либо я тупой, либо лыжи не едут. Ну, скорее всего, я... Блядь, ёбаный туберкулез. Эх, я пошутил. Эээ, этот, как его, что я хотел сказать. Сейчас выполним задание насчёт развозчика, потому что там продукты появились. Я только что посмотрел, у меня ещё игра вылетела. Ну, так вот, я 1100 продуктов привёз, и мне ещё нужно привезти 5900, да, получается? Ну, примерно что-то типа того мне нужно привезти. Поэтому сейчас мы арендуем машинку, поедем туда. Мне кажется, именно вот это задание самое лёгкое, потому что вы за раз можете в любой бизнес, там, почти завести эти продукты и всё. И выполнить это задание. Понимаю, блядь. 5200. Всё, я купил все продукты. Так, закупка, 50 ещё купил. Фух, я просто успел все продукты купить, пацаны. Ордер лист теперь пишем. Реально успел, пацаны, в последний момент, чтобы вы понимали. Я минуту назад смотрел, и здесь было, чтобы вы понимали, здесь было 12000 продуктов. И сейчас просто их все выкупили. Всё, я уже поддержал, я ещё там подождал, продукты взял, сколько мне нужно. Именно 5900. Всё, мы выполнили задание, получили 1 из Акоин и 32 талона. Я, получается, выполнил самые лёгкие задания, вообще самые лёгкие. Легче вообще просто нету тут заданий. Самое лёгкое это отыграть 5 часов, тем более сейчас X3 Payday. Вообще понты просто, вообще легко. Я думаю, вот эти 3 задания, точнее, вот эти 2 задания, можно за час сделать спокойно. В принципе, можно теперь вот это задание выполнить. Но давайте я не буду в этой серии это делать, потому что это затянется ещё надолго. И так этот ролик снимаю уже час, полтора часа уже снимаю это видео, поэтому я лучше пойду его смонтировать, чем буду ещё это задание выполнять. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok